всем рюкюанского мира завоевательного приветствия дорогие друзья устраивайтесь поудобнее конечно же и посмотрел я на то как выглядит наша ситуация больше даже в плане восстания чем в плане чего-то другого никаких строительных проектов затевать не буду деньги нам понадобятся на экстренные наймы наемников в случае если будут критические ситуации но понял я одно я не могу позволить себе держать здесь столько кораблей даже если им суждено выполнить какую-то полезную функцию например перевести войска мне придется тащить свои корабли хотя бы частично куда-нибудь в общем вывозить войска отсюда мне придется сюда потому что и килва и соколава хотят взорвать нас восстаниями причем восстаниями очень жесткими самое страшное это соколовская 41000 и киллванские тысячи потому что против них 41000 киллванская но я уже не говорю про пенджаб и гуджарат по 30000 это уже на территории самой индии и жалко здесь нет крепостей тоже придется как-то этот вопрос решать то есть следить за этими восстаниями мониторить их не дай бог здесь что-нибудь проклюнется в общем надо будет перебрасывать всех наших с тех восстаний которые случились на те восстания которые предстоят и когда мы получим какое-то время перерыва так только тогда мы сможем вздохнуть спокойно поэтому поэтому идем в длительный ход нам понадобятся все наши корабли и те которые будут построены и те которые уже плавают для того чтобы эти восстания давить точно также нам понадобится и все наши войска поэтому на восстание мы сейчас перекинем львиную долю наших мыслей нашего взгляда и наших интересов и будем готовы их подавлять конечно сверх лимит армии мы нанимать не будем чем полетели россия нападает в который раз на швецию швеция в этой войне одна я думаю что часть восстания мы можем отсрочить но не соколову это точно будем жестокое обращение практиковать чтобы получить больше абсолютизма за военные очки каракаюнские сепаратисты это ордоландские сепаратисты это какие каракаюнские сепаратисты и что здесь сепаратизм нетерпимость непризнанная культура единство веры сверх расширения усталость от войны в общем весь букет но у нас тут 16000 и уводить их отсюда я не собираюсь поэтому жестокое обращение еще раз это даст нам больше дисциплины больше административной эффективности больше всего в принципе жестокому обращению мы можем подвергнуть и кангерских сепаратистов тот риск восстания не так уж и велик 4 0 и я так понимаю он будет все время снижаться из-за того что сепаратизм уходит до сверх расширения конечно мы только добавим но кангера тут терпимость так что вполне себе может быть что с вместе с сепаратизмом уйдут и риски восстания поэтому самое дешевое жестокое обращение которое есть используем для того чтобы настакать абсолютизм 13.4 сколько у нас уже 23 админ эффективности вообще хотелось бы довести до 25 поэтому еще можно жестоко пообращаться но это уже чуть чуть позже так как в принципе это уже ни на что не повлияет разве что на стоимость национализации вот этой провинции но может стоить чуть чуть дешевле на одно очко до это не так архиважно я не очень переживаю за то насколько эффективно будет воевать это колониальная автономия а раз я переживаю то я должен ей немножко помочь дело в том что она водит свои войска пачкой а врагов двое и они постоянно ее туда-сюда гоняют поэтому выплачиваю ей гадости займы она не хочет действовать разумно так так отлично престиж плюс 4 колония готова что тут у нас прям просится давай и перевозим вот сюда нашу тысячу чтобы если вдруг будет восстание сразу его разбить вклад вассалов в лимит войск сложный вопрос дело в том что наши вассалы в лимит войск дают не очень большой вклад непосредственные вассалы мамлюки 1 перси 1 погорюнк 1 мы получим 3 тысячи пехоты или мы получим 30 тысяч пехоты если считать и автономии если на них это действует то мы получим очень много войск и заткнем таким образом много дыр конечно же защитники границ кроме того что мы получим необоснованные требования и сможем воспользоваться и диктами и всем остальным и закроем ветку дипок мы еще получим скидку на дип технологии и уже их примем потом погодя так что да принимаем и давайте посмотрим сколько же у нас стало армии 38 тысяч мы получили вуаля решение проблем и где я хочу эти 38 тысяч видеть серьезный вопрос о я надеюсь у них ничего не получится и они разобьются минус восстание замечательно 38 тысяч частично я бы нанял войска вот тут чтобы усилить группировку против гуджарадских восстаний но вообще все это будет зависеть от того какое из восстаний приближается с наибольшей скоростью делийские сепаратисты 22 тысячи соколовские 40 да они пока не приближаются но вообще это очень рандомная ситуация может случиться что угодно я надеюсь что это будет не 40 тысяч в одной провинции а 20 и 20 что мы сможем разбить их по чуть-чуть по чуть-чуть но давайте всех наших рекрутов потратим пять шесть семь восемь девять десять тысяч пехоты сюда 1 2 3 4 5 6 8 тысяч пехоты сюда чтобы нам хватило сил дальше пушки 1 2 3 4 5 тысяч пушек тут а а а а корабли кораблики приплывут перевезут надо тут организовать какое-то сопротивление 1 2 3 4 5 тысяч пушек тут и астам остальной пехоту тут Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот так вот вам. Мы получили армии там, где кажется, мы в них нуждались больше всего. И я надеюсь, что это окупится. Смотрим восьмидесятки, семидесятки и переживаем. Хадия, ты где? Мы готовы разбить здесь восстание. Дальше, кто у нас? Хиджаз, мы готовы разбить там восстание. Дальше, кто у нас? Харрер. Тут тоже мы готовы разбить восстание, если оно приключится. Дальше, Мултан, возле него и стоим. Зария, там тоже готовы разбить восстание. Амалон. Перейдем туда. Рана, это Африка. Автономия непонятна. Тут, в общем, да. Готовы сражаться и готовы переживать за тех, кто у нас сражается. Могли бы, конечно, и... Блин, ну тут все в порядке будет. По рекрутам мы жестко просядем. Так, 30 и 30, 65 тысяч. 65 тысяч, 13 когов прибыло. Давайте заберем эти 3 тысячи отсюда. Эти 2 тысячи заберем, эти 4 тысячи заберем и будем готовы. Лимит 35 тысяч, лимит 41 тысяча. Только здесь кавалерии у нас только не хватает для нормального жития-бытия. Так-то можно часть войск, кстати, сюда перевести. Может быть, здесь не будет так много восстаний, что нам понадобится аж 100-500 тысяч. А там вверху могут быть проблемы. Встанем сюда. Это надо еще рассчитать в то время, когда все модификаторы на подавление восстаний собьются. Встанем сюда. И вот эти 8 тысяч, им тут быть незачем. Я не думаю, что у мамлюков какая-то проблема с восстанием будет. Их переведем вот сюда. 13 тысяч, я думаю, быстрее успеют куда-нибудь сюда дойти. Молодцы! Подавили восстание. Теперь тут пока никакого восстания не случится. Но очевидно, что здесь будет действовать модификатор. Но только тут. Но только тут. Уровень автономии увеличился. Но помешает ли это случиться здесь восстанию? И какие сепаратисты? Камчадальские сепаратисты. Камчадальские сепаратисты. Они у нас есть? Да, есть. Десяточка. Мы могли бы стать армией сюда и вообще убрать ее. Давайте перевезем сюда. А потом... Блин, правда он везти будет 100-500 лет. Так, давайте посмотрим, какие восставашки быстрее всего. Чукотские сепаратисты есть еще и Хадынские сепаратисты. Ну-ну. Чукотские сепаратисты 70. Хадынские сепаратисты 50. Три месяца. Ну, я думаю, что он быстрее приплывет. Месяц постоит, а потом быстро вернется на подавление восстания. Все. Про восстание здесь можно забыть. Здесь уже индуизм. Это наше и навсегда. Зато можно... ...где-то подогреть восстание. Вот тут восстание, скорее всего, случится быстрее. Давайте попробуем... ...того. Его и подогреть. Значит, возвращаемся и армию сюда ведем. И пусть они тут стоят. Я надеюсь, так и случится, что восставашки восстанут там. Так, национализируем. Еще пять месяцев без войны нам гарантировано. И ни в коем случае не умирать. Тут надо убрать лишнее. 35, да, получается. 4 тысячи уведем сюда. А эти пять когов отправим забрать дополнительные армии. А больше ниоткуда уже и не надо забирать дополнительные армии. Значит, пять когов нужно отсюда вывести. А скорее всего, выведем мы их куда-нибудь вот сюда. Тринадцать кораблей. Тринадцать кораблей. Опять понадобятся. С другой стороны, восстания очень быстро будут расти. Ладно. Тринадцать кораблей оставим здесь на службу. А еще четырнадцать кораблей увезем отсюда куда-нибудь вот сюда, чтобы готовы были перебросить. Все равно война с Японией продлится как минимум год. А за год, я думаю, что наши корабли успеют приплыть. Я надеюсь, что восстания из-за понижения автономии случатся быстрее. Все. К боевым действиям я более чем готов. Восстаний нет. Тонцких дикарей. На фуло мы фабриковали претензии, потому что там очень-очень мощная провинция с нами соседствует. Поэтому давайте мы получим скидку. Вообще, если в общей сумме считать, то у нас выходит, что мы сейчас имеем доступ к скидке. 25 плюс от религии 10, это 35, плюс админэффективность 23, это 55, 58 и 4. Если еще национализировать, ну то есть склепали претензию, то 68,4. А кап, помните, 90. Стоимость национализации не может быть ниже одного административного очка. 68,4. Еще 10 админэффективности будет 78. Если бы сделали золотой век, было бы 88, и мы приблизились бы к капу. А это еще, как говорится, не предел. Я имею в виду, что мы можем взять еще 5 админэффективности здесь. Технологии нам принесут админэффективность. И абсолютизм можем стакать. Поэтому насчет того, когда принимать золотой век, это надо будет хорошо подумать. Чтобы он не был бесполезным, а был самым, что ни на есть полезным. Все, давай назад, нам нужен дипломат, ты тут будешь лишним. Истек срок действия модификатора колониальная лихорадка. Ну, да. Еще один корабль и еще одну тысячу можем нанять. Где нам нужна еще одна тысяча? Там, где будут восстания. Я надеюсь, армий противояпонских мне хватит. И где нам нужен еще один корабль? Как видите, нам транспортных кораблей нужно будет очень много. Чтобы компенсировать все ошибки. Ошибся, строй корабль. Блин. Ну, правда, за этой войной мы не обязаны следить. Ему надо, наверное, указать. Мы не воюем и не можем указать им, как действовать правильно. Вот же ж. А я бы указал бы. Так, 34 и 38 тысяч мы тут уже набрали. Сколько? 397 для пополнения. 2300 каждый месяц идет. Первое ноября 1610. Опять же, смотрим на восстания. Восстаний пока нет. Наняты лишь некоторые войска. Я думаю, что мы выведем наши войска. Они будут где-то в центре этой империи, чтобы следить за возможными восстаниями. Потом будут смещаться к побережью. В зависимости от того, где будут килванские сепаратисты спавниться. И какие сепаратисты будут спавниться быстрее. Килванские или Соколовские. Но пока время, как я говорил, у нас есть. Время на нашей стороне. Было бы хорошо, конечно, чтобы кое-какие восстания случались быстрее. Но словами их не подгонишь. А слушать они тебя не будут. И надо подумывать насчет абсолитизма. Может быть, нам продолжать его настакивать. Вот эти хвостовашек я бы подавил. Что мне их ждать, что 500 лет. Кстати, можно не дать восстать ходынцам. Это как вариант. Ходынские сепаратисты. Но с другой стороны, это тоже не решит наших проблем. А лишь усугубит их. Широкая автономия. Жестокое обращение будет стоить слишком дорого. Тут еще невозможно жестокое обращение. Ну, кстати, как вариант синтаистских фанатиков. То же, чтобы не случилось жестокого обращения ради абсолютизма. Не побрезгуем. В общем, инструментарий для управления повстанцами у нас есть. Дальше. Есть еще вещи, про которые я совершенно забыл. И вспомнил я вот буквально прямо сейчас. Видите, Европа Универсали становится... Ага. Нет. Не забыл. Я все правильно сделал. Я тут оформил своему вассалу перечень претензий, которые он может сделать. И тут оформил своим вассалам перечень претензий, которые он может сделать. И он их делает. Все. Тогда надо понять, куда же дипломата запихнуть. Ну, сколько мы там еще должны в мире? Три месяца просидеть. Это же надо так запихнуть, чтобы он... Быстро его можно было достать. Неплохо. Можно вынудить в пользу Персии забрать одну провинцию у них. И тогда они не смогут аннексировать вот эти две территории. Это вообще будет супер. Давайте так и сделаем. Персия обзаведется плюс одной провинцией. А эти провинции мы легко захватим. Персия того... То, что там Магулистан считает, то все фигня. Так, а тут ничего, да, не изменилось. Тут я правильно и наперед сделал свое. Хочу, требую, могу и так далее. Можно попробовать еще тут удачу, но вряд ли она будет. То есть Персия выросла еще на одну провинцию. Это, конечно, отсрочивает присоединение. Но тут всего три развития. Если Персия будет клепать претензии дальше, Жалко, что нельзя заставить Пухару А. Интересно. То есть с Магулистаном у нас перемирие теперь выходит. Такое. Неоткуда, раз и перемирие. Так, с кого мы отправим? Давай ты вперед, спраться с ним. Еще минус одно восстание, отлично. Одну провинцию они у них отобрали, да? Провинция, державе Магулистан, отказывается от своих претензий на провинцию, вынуждена будет передавать 10%. Отлично. Вот так вот мы закончили одну войну. Неплохо при это самое придержали себе делийские провинции. С Дели у нас тоже перемирие закончится, и мы сможем воспользоваться этой фичей. Фичей, фишкой. Все, идите. Давай-ка ты сюда. Собираем войска. И количество войск у нас продолжит расти. Ну, правда, и расходы на войска будут расти, но пока нам хватит. 133 это сейчас самая содержательная часть нашего бюджета. Это армии. Так, давай сюда. Два галлеончика. И 5000... Я так понимаю, мы хотим переправить вот сюда. Чтобы помогать бороться с восстаниями. Где тут еще восстания будут? Давайте вот сюда куда-то станем. Поближе к этому региону. Вдруг понадобится помощь. Я не знаю, сколько будет этих сепаратистов, но этих может быть много. Поэтому я бы предпочел 4000 отправить вот сюда. В Африке всегда много сепаратистов. Так, Китай убывает. Это тоже хорошая новость. А у нас тут проблемка. Но эту проблему вообще легко решить. На самом деле. Лимит снабжения 41. Нужно 1000 отправить. Эту проблему легко решить. Достаточно принять военные технологии. Я, наверное, это сделаю. Дело в том, что лимит снабжения плюс 50%. Получим. Уже наши не будут умирать. Так легко и часто. Хотя. Хотя, хотя, хотя. Все. Никого не надо никуда переправлять. Здесь строится. Здесь строится. Здесь построен фарфор. Но пока ничего делать не буду. Тогда иди сюда. 3000 это, конечно, не критично. Тебя сюда. Да. Ладно. Да. Придется. Не дождаться мне. Хотя один месяц я могу подождать. Может скидка возрастет до 10%. В чем я, правда, сомневаюсь. Видите, они его гоняют туда-сюда. Издеваются над моим этим самым. И насмехаются над ним всячески. Прям хочется отправить туда армию. Научить моего этого воевать. Чудика. Хадия. Зария. Хиджас. Харрер. Мултан. Автономия. Чукотские сепаратисты. Соколавские чуть-чуть поднялись. Так, скидку я получил. 10% нет, не получил. Берем. 48 и 41. 25, 3, 7. Тут 44. Войска достроены. Сколько мы аккумулировали войск? 79 тысяч солдат. 79 тысяч солдат готовы, если что, воевать. Вот что такое противояпонская армия. Им нам нужно куда-то задействовать нашего дипломата. Да. Не могу ничего потребовать от него. Куда же мне задействовать моего дипломата? У Ясуги, Хасакава, Мосси, Делика, Манчо, Османская империя, Ава. Тут... Тут... Давайте успокоим местную знать. Куда же задействовать моего дипломата. Клипать претензии. Клипать претензии. Улучшать отношения. Вообще есть Марокко, с которым можно попробовать улучшать отношения и сделать его вассалом. Либо подождать, когда его доедят и выделить его из одной из провинций, что вообще более для меня такой интересный вариант. Можно вкинуться в улучшение отношений с Погоруюнгом, но это такая мертвая затея, учитывая, что присоединять-то мы его будем точно не скоро. Поэтому смысл сейчас с ним улучшать отношения. Можно клепать шпионскую сеть на Ланну, а воспользоваться Авской. Да, давайте на Ланну создадим шпионскую сеть и будем тоже отнимать у них территории таким путем. Так, есть минус одно восстание. Здесь с одним восстанием меньше. А нет командующего. Куда же мы попрем? Тут мы контролируем, если что, восстание. Тут мы контролируем, если что, восстание. Теперь надо идти сюда, контролировать вот этот вот регион. Неизвестно, где килванские сепаратисты проклюнутся и соколовские сепаратисты тоже неизвестно, где проклюнутся. Но если что, флотилии у меня сюда плывут. И готовы будут проконтролировать еще и тот регион. Речь о посполитой богемии. Ну, Россия не грозный соперник. Конечно же, я соглашусь. Это... Одиннадцатый год. Блин, речка. Сказать, что ты вовремя. Давайте через месяц, согласимся. Все, военной усталости у нас нет. Теперь на войны, на наши это никак не повлияет. Россия к нам вряд ли придет. У нее там есть речка, которой можно заниматься. Блин, надо... Ну, а кому я объявил бы войну? Реально. Я хотел посмотреть, прокнули ли какие-то восстания. Нет, не прокнули. Да, согласится. На всякий случай такой. А вдруг, как говорится... Вот мы и воюем с Россией. Отсюда, в любую сторону, хватит времени доплыть. Все корабли соберем вот тут. Транспортные. И войска в любое мгновение, если что, мы сможем переправить. В зависимости от того, где будет больше восстаний. Португалия отдала Джолов у территории. Замечательно. То есть, если мы захотим до Джолова, можно будет пробиться и легко забрать у Джолов о территории. А территории, я так понимаю, католические. Нет, Суницкие, блин, территории не успели, а католицировать... Ну, хотя бы вот это католичество, и то хорошо. Католичество крестить удобнее, чем разное. Сами понимаете, какое. Так, 33 лимит снабжения, то есть 5000 можно сюда спокойно докидывать. 5 кораблей, если что, тут будут. Февраль и когда мы сможем объявить у Исуги в июне войну. Вот так вот, единственный союзник, а нас привел в войну. Но речка не могла не напасть на Россию, почему бы и нет. Россия пошла против Швеции, речка улучила возможности. На ее месте я бы поступил точно так же. А позвать меня было естественно. Благосклонности хватает, так почему же не воспользоваться? Так, все еще 70. Вот. Жишь. Все еще 70. Китай новый правитель. Может тут что-то меняется? Да, вроде скорость. Стабильность ниже, соответственно скорость падения мандата увеличивается. Как у меня по... Еще 4 корабля может быть, еще 1000 пехоты. Конечно же сюда. А корабли? Еще транспортников или галеончиков сюда настроить, чтобы здесь их было больше. Или оставить лимит незадействованным. Или еще транспортников. 4 корабля, 4 транспортника. Не подавимся ли мы? 108 транспортников и будет только больше. Можно ранних фрегатов настроить, чтобы дохода было больше. А можно лимит оставить незадействованным. Ладно, давайте оставим незадействованным лимит. Это будут явно не транспортные корабли. Это будут явно военного назначения корабли. Потому что нам надо будет контролировать Средиземное море. 0.38. Вот козлы. 1.06. Врубили против нас незаконные эдикты. Врубили против нас незаконные эдикты. молодцы только не сдавайтесь я вас умоляю да разбейте вы их уже и блин 25 тысяч речки тут а где остальные речки на вас войска пошли воевать против какого-нибудь утрихта да рига утрихт а потом только россия . россия тут может конечно бобой сделать и при присоединению персия может помешать так казус были персии открытие модификатор ушел в этом мы сейчас начнем еще больше получать доходов конечно деньги это последний о чем я сейчас беспокоюсь нету восстаний зато вот как прям сладкие восстания тут созрели соколавские сепаратисты кажется становится только больше вы чё там вообще того тронулись а тут я явно промахнулся ого еще шесть тысяч пехоты еще лимит армия растет ну прям не знаю где же ее копить таком-то количестве на может быть парочку отрядов тут создать три отряда как гарантия что все будет в порядке еще три отряда тут как гарантия что здесь мы сможем сепаратистов раздавить 316 тысяч количество армии меня радует так май перемирия с хасакава и суисуги подошло к концу ну в следующем году объявляем войну ладно ладно 12 дней в следующем месяце объявляем войну вот как я это скажу нам надо успеть к этой крепости к этой крепости вот и военные действия подоспели адептус дипломатикус готов корабликусы готовы конечно это не та армия которая может разбить восстание интересно килванские сепаратисты вы где а кстати килванского сепаратизма может даже и не случится смотрите-ка риски восстания здесь ничего не растет так ланские сепаратисты мне сейчас блин только до них хочу абсолютизма тут восстания нет килванские сепаратисты почти не готовы восставать соколовские сепаратисты может тоже фальшь тревога тут наши войска готовы сражаться в общем то принципе нормально ой 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 сколько они россию уступают территории. Жесть. Вот это от отожрало. Ну, утрех-то они быстро из войны выведут. Плюс тут богемские тысячи. А потом развернутся к России. Будут с Россией сражаться. Мы минус генерал. Но нам нужны те, кто очень быстро ходит. И в одном, и во втором случае, чтобы успеть. И неплохо было бы разбить корабли. И нужен командующий флотом. Вот он, час великий пробил. Мы и так в войне. Вариантов у нас никаких. Восстание в замфаре проклюнулось. Ну и нормально. Нас неплохой полководец покинул. Вообще счастье полное штаны. Так, да. Привет. Хасакава. Война пришла к тебе. Я думаю, что они к этой войне готовы не будут. Так быстро. А мы успеем как минимум очень быстро две этих самых захватить. Смотрите, как мы сделаем. Поплывем вот сюда. Но, друзья, давайте мы продолжим в следующий раз. Удачи вам! И хорошего настроения! Встретимся в следующей серии.